Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Мы снова с вами, и очень рады, что и вы с нами. И сегодня мы продолжаем знакомить вас с нашей техникой, и перейдем к теме коммунальной. Да, зима уже почти закончилась, но тем не менее, зима, она как бы вернется снова, поэтому надо быть готовым. И сегодня мы будем знакомить вас с нашей коммунальной техникой. А поможет нам в этом Андрей Николаевич. Здравствуйте! Привет, Вова! Итак, расскажите, что это за прекрасное творение инженеров ПК Ярославич, и что оно делает? Ну, это прицепной песк-разбрасыватель, кодовое его название ПРК, под номером Неповерс-4. В чем его предназначение? Это прицепное устройство для МТЗ. МТЗ – это один из популярнейших вообще тракторов, который используется у нас в России и за рубежом, в ближайших каких-то странах бывшего СНГ. Очень популярная вещь. Так вот, чтобы повысить производительность этой единицы, чтобы дать возможность дорожникам, владельцам этих тракторов зарабатывать больше, мы сконструировали вот такую вещь, называемую ПРК. Очень полезная штука. А что она делает? Она разбрасывает песок. Все очень просто. Значит, если камерамен чуть поближе подойдет, я даже покажу лучше. Смотрите, суть какая. Здесь стоит бункер. Бункер аналогичен разбрасывателям, которые ставятся в машину. Но он уменьшенного размера. Размеры есть и 2 куба, 2,5, 3 куба, 3,5. То есть даже до 10 кубов прицепных тракторам. Вся эта конструкция бункер стоит на колесах. Колеса, в зависимости от самого бункера, они будут либо больше, либо меньше. Здесь, кстати, они даже рядышком. Здесь маленькое, здесь большое колесо. Именно в зависимости от самого ПРК. Да, вот здесь именно большое колесо. Можно посмотреть. Так вот, в бункер самого пескоразбрасывателя засыпается песко-соляная смесь. Либо с погрузчик, либо еще как-то. В общем, допустим, что он уже весь покрыт песком внутри. Далее, при помощи редуктора, вот эта железная штуковина, как видите, это называется редуктор. Мы отошли от гидровыращателей и стали полностью переходить на итальянские редуктора Берма. Так вот, посредством редуктора идет передаточное отношение именно на гидромоторы. А гидромоторы уже вращают транспортер, по которому движется песко-соляная смесь. А, вот эта цепь, я так понимаю. И через эту цепь с транспортерами. Все верно. Причем, ну, здесь плохо, конечно, видно. Но на самом деле вся эта цепь, она закрыта еще козырьком специальным. Чтобы песко-соляная смесь, чтобы она не давила на цепь. Тем самым цепь, она полностью защищена. Она практически не может оборваться. Шиберная заслонка, она регулируется очень удобно. Такой конструкцией. Все поднимается, опускается, все четко. И при помощи этой цепи и скребков песко-соляная смесь движется и падает прямо на тарелку. На тарелке тоже стоит гидромотор. Вот он как раз приводит во вращение тарелку, увеличенную, кстати. Мы ее увеличили. Теперь она достигает почти тех размеров, которых, наверное, должна достигать. И при помощи лопаток она разбрасывает уже песко-соляную смесь широко на всю ширину полосы дорожной. У вас, Владимир, наверняка возникает вопрос. А как же регулировать плотность посыпки? Да и, собственно говоря, ширину посыпаемой полосы. А на этот вопрос я вам отвечу. На самом деле у меня и другие вопросы есть. Но давайте начнем с этого. Хорошо, и вправду. Почему бы и нет? Так вот, здесь расположены регуляторы потока. Мы вообще с инженерами долгое время решали, как должен работать этот распределитель. Будет работа производиться от вала отбора мощности, либо же это будет происходить от гидравлики. И гидравлика это идеальный вариант, потому как он более ремонтопригоден, просто в эксплуатации, ну и вообще куча вариантов. При этом регулировать именно плотность посыпки при помощи регуляторов потока очень и очень удобно и просто. Делается это вот такими регуляторами. Они регулируют количество и давление подаваемой жидкости на гидромоторы. Либо медленнее транспортер крутится, либо быстрее. Тарелка крутится медленнее, быстрее. В зависимости от этого идет распределение плотности и ширины посыпки. А почему именно гидравлика? Почему не электропривод? Она чем-то надежнее? Ну, электропривод, идея, конечно, хорошая. Но чтобы толкать такую песко-соляную смесь, необходимо... Масса большая. Цепи очень сложно ходить, толкать такую массу. Для этого нужна большая мощность. Такой мощности можно достигнуть только при помощи именно редуктора. И гидравлический редуктор ввиду своего размера и выдаваемой мощности дает именно нужные показатели. А редуктор, я смотрю, у вас какой-то необычный, да? Да, как я сказал, примерно 10 минут назад он итальянский. Ну что же, светотехника, маячок, согласно ГОСТам, удобная строповка. При транспортировке вообще очень удобно. Он влезает даже в газель. То есть, если его нужно отправить куда-то в другие регионы, все это происходит очень быстро и недорого. А светотехника диодная? Ну, маячок... Нет. Маячок не светодиодный. А вот фара подсвечивания рабочей зоны, она, да, светодиодная. Стоп-сигналы и поворотники, кстати, тоже светодиодные. У меня есть вопрос насчет цепи. Насколько она надежна? И что это вообще за цепь? Цепь вообще американская. Она идет П-образная. Вот сама звездочка, когда движется, она толкает не втулку, она толкает именно само звено. В результате этого износа самой втулки не происходит вообще. Поэтому она практически неубиваемая. Ну, и как я уже до этого говорил, она закрыта козырьком. Соответственно, на нее давление самой песко-соляной смеси практически не происходит. Ну, получается почти вечная. Цепь, да, хорошая. Ладно, это понятно. Лестница, если уж мы к ней подошли, травма безопасная. Спокойно можно на нее забраться. Хоп! Хоп! Спуститься. В комплекте с распределителем, покажу, В комплекте с распределителем также идут противооткаты. Установлено на домкрате. Есть выход под гидравлику, очень удобный. Выход под электрику. То есть все это присутствует. Трактор крепится задышло. Ну и все подключается, все уже работает. Кормозная система, я так понимаю, тоже есть? Конечно, конечно, само собой. Безопасность на первом месте, поэтому да. Причем еще и как стояночная, так и рабочая. Так точно. А как быть с сохранностью материала, который засыпан в бункер? Вот сейчас, например, идет снег. Соответственно, если мы туда насыплем песок, он намокнет. Хороший вопрос. Для этого мы предусмотрели тент защитный. Ну, во-первых, как вы видите, вот эта часть треугольная, она закрыта у нас тоже запечатана. Ну, потому как песко-соляная смесь, когда наваливается, она зачастую выше, чем борта. И чтобы она не вываливалась, вот здесь расположен такой треугольник. То есть, здесь все находится на своих местах. Саму решетку при желании можно дополнить тентом. Закрывается он тканевый, непромокаемый. Очень удобно одевается и снимается. Все это делается быстро, четко. И это уже отработанный аскеп. Хотел добавить, при проектировании, при работе вообще с техникой, мы думаем именно о том, как это будет работать, как вы это будете использовать. Вот экономическая составляющая любого оборудования, она очень важна. И тот же самый ПРК, он помогает вам зарабатывать деньги. Мы прекрасно понимаем, что вас беспокоит, как он будет работать, как он будет эксплуатироваться, как будет осуществляться поставка запчастей дополнительных. И главное, как он поможет вам работать, выполнять задачи поставленные. Все это мы продумываем при проектировании. Именно поэтому цепь, она практически неубиваемая. Именно поэтому все запчасти и комплектующие мы имеем у себя на складе в излишке практически. То есть они всегда есть в наличии в любой сезон, в любое время года. То, что трактор МТЗ, это одна из самых популярных вообще моделей здесь у нас в России, да и, наверное, в ближайшем зарубежье, говорит о том, что ее нужно использовать полноценно. МТЗ уже сейчас позволяет вам работать, выполнять какие-то задачи, а ПРК позволяет вам дополнительные, получать возможности из того, что вы уже имеете. Подряды на содержание именно дорог, каких-то поселений небольших, тротуаров, парков, они сейчас актуальны. И они субсидируются как и государством, областными, районными какими-то структурами. Именно ПРК позволяет без приобретения какого-то дорогостоящего дополнительного оборудования, машин, задействования людей, выполнять поставленные задачи и выполнять существующие подряды. Это развитие постоянно, это то, что сейчас уже используется. И мы не останавливаемся на месте, мы развиваем и развиваем все эти технологии. Я уверен, что с вашей помощью, с вашими комментариями, которые вы оставите под видео, мы сможем еще улучшить эту технику. Поэтому не стесняйтесь, пишите, говорите. Мы всегда открыты к общению, мы всегда готовы к вам прислушаться и дополнить уже существующие технологии по вашим пожеланиям и по вашим советам. Спасибо.